До третьей игры финальной серии плей-офф российской хоккейной лиги ЦСКА ВВС летел с переменным успехом. Начало сезона получилось резвым. Пару недель военные летчики даже возглавляли турнирную таблицу чемпионата страны. Потом в клубе начались проблемы, переходы игроков в другие команды, травмы, задержка зарплаты. В итоге финишировали авиаторы в регулярке на пятом месте. Я благодарен ребятам, что они в таких непростых условиях и в такой ситуации, в какой мы были в какое-то время, мы в любом случае подвели команду к серьезнейшим играм. У нас поездки были очень серьезные, начиная с ноябрьской. Я благодарен, что ребята нашли в себе силы, несмотря на все проблемы. В первом раунде кубковой серии ЦСКА ВВС переиграли ямальских стерхов 3-2. Пернаты были соседями по турнирной таблице. Затем одолели чемпионов регулярного сезона со счетом 3-1 Смоленский-Славутич. На пути к кубку оставалось победить Ростов, второй номер турнира. Мы знаем, какая здесь площадка, какие здесь зрители, что Самара болеет хоккеем. Как бы пытались настроиться чисто на игру, чтобы на каждом участке поля, каждое единоборство выиграть. То есть, все, отключились, только мы настраивались на игру. Сколько было бы игр, для нас не важно. Итог финальной серии за кубок российской хоккейной лиги 3-0 не в пользу самарской команды. Два первых матча в гостях военно-летчики закончили в овертайме со счетом 3-4. Третий поединок на родном льду Дворца спорта был небогат на голы. Судьбу хоккейного трофея РХЛ решила всего лишь одна заброшенная шайба в исполнении ростовчанина Дмитрия Кузьменко. Где-то чуточку везения в конце не хватало. Может быть, где-то силы, где-то уверенности. Потому что многие ребята не играли в финале никогда в жизни. То есть, это большое напряжение, большая ответственность. ЦСКА ВВС выиграли серебряные медали российской хоккейной лиги. Впервые за последние 10 лет самарские мастера добились такого успеха. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.